Череповец Для того, чтобы эта рабочая группа появилась, группа, которая будет детально обсуждать новый закон, как он будет внедряться, как он будет действовать, закон о сборах на капитальные ремонты на квартирных домов, как он будет реализовываться на территории Волгодской области, эта группа появилась во многом благодаря позиции череповецких активистов, череповецких общественников. Действительно, первоначальная редакция нашего регионального закона, вопросы практической реализации этого закона вызвали шквал предложений, и замечаний, и предложений, и подавляющая часть – это конструктивные, разумные, обоснованные предложения. Мы их начали детально разбирать на рабочей группе в рамках СКНС, рабочую группу специально под это создали, и на сегодняшний день результат работы налицо. Мы приняли решение по инициативе губернатора перенести сроки введения платежей на капремонт, сбора платежей на максимально возможные сроки, это на 1 октября текущего года. Мы максимально продлили, в соответствии с федеральным законодательством, сроки принятия решения о выборе способа накопления. Это все был ответ на детальное рассмотрение сложившейся ситуации. На сегодняшний день мы проходим попунктно, пошагово, какие действия собственники на квартирных домах должны принять, чтобы эти деньги, деньги на капитальный ремонт, максимально эффективно использовались. То есть, какие действия фонд капитальных ремонтов должен произвести и сделать, чтобы каждый собственник мог иметь возможность понимать, что происходит, как накапливаются деньги, как принимаются решения, какие сроки ремонтов устанавливаются, кто это делает, кто принимает работу, кто выбирает подрядную компанию, чтобы была максимальная ясность и максимальная прозрачность в процессе принятия решения. С одной стороны, с другой стороны, чтобы все-таки наши дома, наш квартирный фонд, наши жилые дома на территории Вологодской области были в порядке, чтобы, не дай бог, что-то не разрушалось, чтобы деньги использовались максимально эффективно.